Дорогие друзья, добро пожаловать на новый видеообзор. И сегодня у нас будет вот такая акриловая краска от бренда GAMMA. GAMMA мне прислала посмотреть вот эти новенькие оттенки. И мне нужно будет сделать состав набора для 6, 12 и 24 цветов. А вот это такие новые оттенки, которые они выпустили, и мы их будем смотреть сегодня. Также у нас будут белила титановые от старого мастера. И давайте смотреть. Будем делать выкраску на бумаге, будем делать выкраску на холсте. Понятно, все сразу мы про краски не поймем, но зато по консистенции будет примерно понятно. Потому что мне есть чем сравнить. Я довольно давно уже пишу акрилом. У меня, конечно, есть и свои фавориты в брендах. Кажется, вроде бы акрил, он одинаковый такой. Но это не совсем так, особенно белый. Белый мы нанесем и отдельно, сделаем выкраску. А потом попробуем куда-то ее добавить наверх. Потому что у белого, согласитесь, очень важны именно кроющие способности в этих красочках. Так, я тогда постепенно уже, не знаю, хотела сказать за кадром, не за кадром, буду их открывать. Вдруг я буду делать это долго. Да, наверное, я сейчас заранее все их открою. Они все у меня не распечатаны. Готово, я открыла. Теперь можно добавлять. Начнем мы с белых. Я думаю, знаете разницу между белилами титановыми и цинковыми. Титановые, они такие прям побелее, поплотнее практически вот у всех производителей. Добавлять... Давайте я буду сначала на палитру. Посмотрим. На палитре сложно сказать, конечно, что они из себя представляют. На белой бумаге будет тоже не совсем понятно, но потом перекроем что-нибудь. У меня получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что, думаю, как выкраску построить. Но так довольно плотненько. Довольно густой цвет. Потому что бывает у некоторых марок, у Брауберга, может вы тоже замечали, иногда очень жидко ложится. Прям совсем краска прозрачная. Сейчас нам сложно будет что-то конкретное сказать. Я так много еще выдавила. Ладно. Так хорошо наносится, такая приятная консистенция. Мою кисточку. И мы идем дальше. Постепенно будем темнее-темнее брать. Это желтый арилит. Если арилит, непонятно, что это вообще такое. Наверное, слышали про ганзу желтую. Или моноазы желтые называют. Их довольно часто сейчас используют. И, по сути, вот эти вот желтые пигменты, они частично заменили токсичный кадмиевый желтый. Не везде, конечно. Но, видите, мы движемся в этом направлении. И давайте его тогда добавляю. Тут чуть-чуть постараюсь. Когда краска новая, хочется, чтобы все так аккуратно было, чтобы чистые были тюбики. Потом, естественно, происходит, сами знаете что. Да, на камне желтый средний прям похоже. Как будто у меня чуть дает в лимонный на камере. Но посмотрю потом по цвету. Классно ложится. Красивый. Такой прям, знаете, идеальный. Либо это бумага какая-то в восторг. Либо хорошо ложится на бумаге. Обычно бумага для черчения. Я не брала специально никакую бумагу для акрила. Классно ложится. Мне нравится. На холсте посмотрим. Да, тоже здорово. И он, либо сейчас я придумываю, но ложится как будто лучше, чем белый. Прям, может, побольше взять. Хорошо так распространяется. Все, вода уже желтая. К концу она станет у нас практически черной, я чувствую. Желтый сделали. Красивый, полезный. Нужный, да, нам оттенок. Это сиена жженая. А про Арелит, да. Мы можем, конечно, его использовать как замену к адмию желтому. Вполне. Так, это у нас, да, сиена жженая. Она должна быть красивая. Она практически всегда красиво смотрится. Я сначала думала, не жалею эту штуку. Ой, какая она густая. Смотрите. Она прям очень густая. Действительно. Такая прям как паста замазывается. Густая, густая. Мне вот у желтой очень консистенция понравилась. Здесь она прям плотненько вот так вот пошла. Но по цвету все понятно. Такая она классическая, сиена жженая. Посмотрим. На бумаге. Да, хорошо наносится. Как будто требует наслоения. Изначально идет полупрозрачность. Ну, потому что мы на белом рисуем, и краска уже темная. Да, поэтому мы видим такой эффект. На холсте. Попробую. Неплохо все равно распространяется, несмотря на то, что густая. Даже в один слой можно покрыть. Иногда, наверное, сталкивались, что темные краски плохо покрывают. Заодно нанесение в светлую поверхность холста, если белый холст берете. Остаются, конечно, такие пропрешинки, но вполне себе неплохо. Оранжевая вода. Что там дальше? Так, в сторону буду откладывать. Красненькую возьмем. А это у нас краплак красный. Должен быть прям красивый. Кстати, они все вроде бы светостойкие. Да, даже желтенькая. Они... У них все три звездочки есть. Макроплак это красиво, конечно, должно быть. Консистенция как у желтой. Сейчас очень похоже. Сейчас полностью вытру кисть. Смотрим на палитры. Размешивается хорошо. Более так пластично, чем сиена. Как будто тепловат. Не кажется вам? Хотя... Давайте попробуем на холсте. На холсте перекроет ли он в один слой белый. Да, неплохо покрывает. Более такая пластичная, чем сиена, мне кажется. Обычно краплак прям совсем жиденький. Довольно пигментированная. Да? Хорошая? Надо будет потом нарисовать что-то с этими цветами. Так как выдавила я много. Какой бы нам следующий. Давайте сделаем коричневый Марс. Потом фиолетовый. И потом уже закончим все умброй. Зеленый. Это наш Марс. Консистенция хорошая. Ни жидкая, ни густая. Кисточку мою. Протираю. Я часто использую и влажные салфетки тоже, чтобы потом очистить кисть. Кстати, он настолько пигментирован. Он даже вот... Я помыл неплохо, но он кисточку прокрасил. Марс коричневый. От Марса хочется знаете чего? А, нет, от этого не хочется. Потому что здесь Марс коричневый темный. Я думала будет такой прям. Я думала ты обычно Марс коричневый. Ну, темный, да. Да. С теплиночкой, конечно, да. Это не сепия какая-нибудь. Но... Очень плотный. Вообще очень кровящий. Действительно. Классный, классный. Вообще прям классный. Сейчас на холст нанесем, но... Если бы нам нужно было баллы поставить... Прям это лидер. Какой он пигментированный. Вообще ничего делать не надо. Сразу все покрыл. Потрясающе. Сиена, конечно, в этом смысле проигрывает. Она на последнем месте. Пока что наш лидер. Марс. Классный. Прямо желтый. Вообще восторг. Посмотрите, как ровно лег. Ну, как это возможно. Потрясающе. Это наше второе место. Потом белый. Ну, с белым пока не совсем понятно. Потом краплак. Вообще восторг. Приятно. Когда хороший коричневый цвет. Очень для нас нужный. И он как замена вообще вот всем темным. На бумаге, кстати, да, потемнее может смотреться. Потому что она вообще не предназначена для этого. Для акрила. Но на бумаге, вы знаете, тоже можно рисовать акрилом. Даже на обычной бумаге. Если ее загрунтовать еще, вообще будет супер. Мне будет краску тянуть. И звезда нашей программы. Это фиолетовый диоксазин. Вот такой вот интересненький. И чем он вообще интересен? Это уникальный такой органический пигмент. Он сочетает в себе и фиолетовый, и красные оттенки. Он достаточно и прозрачен. В то же время он должен быть и пастозным, и ярким. Он сразу в себе все свойства должен сочетать. И цвет вообще такой популярный. И прям стойкий-стойкий он должен быть. Я это поняла, когда его открывала. Я потом руки оттирала. У меня прям уже он раз такой. И все. И руки почти стали фиолетовыми. Давайте пробовать его. Представьте только. Сейчас он, если классный будет. Сочетание его с Марсом вместе. Какой у вас темный, красивый цвет. Получается, но не черный. Вообще должна быть красота. Такой густенько. Добавляется. Тюбики тоже, кстати, ничего. Хотя мне не очень нравится, что они черные. Я бы сделала, не знаю, другие. Хотя другие они бы отвлекали. Потому что, когда у некоторых брендов там они красные, оранжевые. И ты уже так теряешься. Что это за цвет вообще? Смотришь на цвет тюбика. Так что, может быть, это и логичнее. В плане понимания какой-то цвет на тубе. Так. Ну что, мы готовы? Ух ты, ничего себе. Вы видите, какой вот это вот. У меня сюда еще капелька воды попала. Вау. И правда, он и в прозрачном виде, прям какой-то чудесный. Захотелось сделать что-то акварельное акрила. Неплохо. В смесях с белым, да? Надо будет попробовать. Остальные я понимаю, что там... Ой, я здесь начала. Ладно. Вау с белым надо будет его смешать. Посмотреть, что получится. Так-то он понятно будет. Хорошо очень ложится. Нет никаких вопросов. Более пастозный, конечно, и более как будто ровненький такой Марс. Но здесь тоже все хорошо. Так. Двигается. Да. Очень приятно. Да, надо будет нам его потом... Али, давайте сейчас сделаем. Чего ж там? Давайте сейчас. Просто я хочу посмотреть его в разбавленном виде, а не в темном. В темном там все ясно. Смешаем светло-фиолетовый, белый. Возьму немного нашего фиолетового. Ну да, такой. Еще чуть побольше. Хочу посмотреть, какую яркость он будет давать. Это на самом деле здорово. Да, он плотный. Да, он может быть и темным. И он в разбавленном виде становится... Чуть подвину. Вот таким вот ярким. Ну, я думаю, он достоин, да? Или не достоин, чтобы рядом его нанести. Давайте нанесем у нас. Вообще, да, красивый, конечно. Я как любитель фиолетовых оттенков, просто всех сиреневых, розовых, все вот это. Ну, с белым, понятно, ровненько все ложится, да? Это ясно. Что у нас тут? Тоже хорошо. Да, да, очень неплохо. Вы, когда такого плана выкраски делаете, вы можете подписывать. Например, если у вас новый набор, и вы его тестите по такому же плану, как и я, лучше, конечно, подписывать. Я просто не хочу сейчас это делать. И так тут цветов немного, все понятно. Зеленая. Умбра зеленая. Ну, понятно, должна быть такая приглушенная, да? Ну, довольно сразу так пошла. Стюбика не густая. Красивая, красивая. Темно-травяной такой оттеночек, да? Какой интересный. Супер. Получается, по оттеночку, да, как будто смешали с коричневым, да? Ну, умбра это и есть коричневый пигмент, да, который идет из глины. Почему такого цвета? Потому что там железо, марганец, и вот этот коричневый оттенок, он и появляется. Взяли зеленую, смешали с коричневой, сделали все за вас. И да, я не против того, что они смешаны. Но знаете, у меня до сих пор осталась такая вещь. Наверное, еще с художественной школы учили, что нужно, типа, самим все смешивать. И когда ты видишь уже смешанный сложный цвет, ты думаешь так, как будто работу сделали за тебя, а ты это не сделал. Но я знаю, что сейчас это абсолютно нормально, а некоторые цвета вообще не смешать. Какие-нибудь пастельные, какие-нибудь неоновые, яркие, надо этим пользоваться все-таки. Пускай нам это будет помогать, да? Не стоит зацикливаться, да, там на семи оттенках, и мы из них мешаем все сами. Ладно, ну что, пора подводить итоги нашего конкурса, можно было бы сказать. Такой цвет красивый, да, получился? Такой вот винный, но приглушенный. Здорово. Даже вот с белым мы попробовали, мне очень понравился, вообще прям топ. Так что первое место я бы разделила, наверное, между Марсом, а потом, где он, вот фиолетовый диоксазин, и, ну вот, победила дружба, можно сказать. И желтый арилит прям супер. Нам нужно будет еще как тест сейчас сделать, конечно, с белым. А потом, наверное, все остальные. Ну, понятно, красненькие, они такие более прозрачные идут. В общем, это будет наше первое место, а второе у всех остальных. Не делайте, как я, меняйте воду. Я не буду менять. Хорошо, и так помою кисточку. И беру белый. Так вот, давайте нормальненько возьмем сначала плотно. Попробуем перекрыть. Попробуем перекрыть. А может быть, какой? Фиолетовый? Подсохнет и посмотрим, потому что сейчас это ничего еще не значит, пока он не подсох. И здесь давайте Марс. Особо без воды, да, но краску я хорошо набираю. Ну, уже понятно, нормально перекрывает. Иногда это просто нужно, когда поправить какие-то детали при смеси. Тут понятно, что белый будет осветлять. Так очень даже неплохо. Мне кажется, хорошо. Хорошую выкраску мы сделали. Цвета очень красивые, сложные. Выделили некоторых, да, которых мы похвалили. Думаю, что, наверное, с остаточками, может быть, напишем какой-нибудь пейзажик, посмотрим. Ну, а тест на этом закончен. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что это было интересно. Вот такой получился обзор. Увидимся уже в следующих видео. Пока-пока.